значит мы с вами занимались многообразиями с краем и там как-то видимо я чуть быстро сказал в общем ко мне пусть лекции подошли с вопросом давайте я все-таки логику проясню что мы делаем значит мы сначала рассматриваем полупространство в мерном евклидовом пространстве значит координаты x1 xn минус xn мы рассматриваем полупространство которое задается неравенством xn больше 0 и определяем открытое множество в этом полупространстве ну вот как это делается в любом подпространстве этапологического пространства множество открыто если это пересечение открытого множества всего пространства с под множеством значит либо вот такое открытое множество либо ну вот мы берем открытое множество в иран и получаем вот такой полушарик и после этого мы определяем н мерное многообразие с краем как ну вот то что у нас было там топологическое пространство у каждой точки которого есть окрестность гомеоморфная открыто множество здесь значит гомеоморфная либо вот этому либо вот такому полушарик ну а дальше координатное отображение и координатное отображение должны быть согласованы и вот здесь мы сказали что когда мы определяем гладкость функции в точке которая ну вот является образом то мы имеем ввиду вот что мы имеем ввиду что вот у этой точки у прообраза есть настоящая окрестность в р.н. и есть гладкое отображение на вот этой полной окрестности которая на нашей части окрестностей совпадает значит логика была такая значит гладкость определяется как существование гладкость вот такой точки как существование отображение настоящий как бы окрестности в р.н. существует гладкое отображение которое совпадает наш и после этого значит по поводу чего был вопрос мы доказывали что если у меня есть уже многообразие с краем и есть открытое множество у и в в этом самом многообразие с краем и есть дефиоморфизм фи я увидим обозначал да значит есть дефиоморфизм фи у в есть краевая . но вот эти точки я назвал краевыми значит есть краевая . то ее образ это тоже краевая . значит край инвариантен относительно дефиоморфизм of значит что вызвало вопрос доказательство было очень простое предположим что не так значит фиат x внутренняя . мы берем вот теперь значит что такое дефиоморфизм гладкое отображение значит он вот мы берем прообраз и он должен быть определен то есть ему должен соответствовать уже настоящий дефиоморфизм фи с волной вот из такой полной окрестности значит мы берем здесь окрестность у из полной ну я отождествляю естественно окрестности здесь и здесь такой что у это вот эта полная окрестность такой что фи с волной на ум совпадает с финал но теперь у нас получается дефиоморфизм полного вот такого шарика и работает теорема о обратном отображении вот этот фи с волной отображает значит вот если я теперь посмотрю на окрестность в туфи с волной должен отображать всю вот эту полную окрестность сюда и значит в этой окрестности есть точки игрок которые не принадлежат фи от у эти точки получились просто как образы ну вот точек излишней части и значит у нас получился получилось отображение фи которая отображает не на полную окрестность образа значит любая окрестность образа содержит точки не принадлежащие образу это противоречит тому что фиде фиоморфизм потому что он должен переводить окрестности на окрестность вот хорошо теперь мы займемся под многообразиями с краем ну и часто бывает математики и очень часто бывает в топологии если просто формально определять под многообразие с краем произнося все те слова которые мы определяем многообразие с краем мы можем получить очень патологические вещи и ничего хорошего с ними не сделать поэтому вводится понятие правильного под многообразие с краем причем здесь вводится 2 удается два отдельных определения в зависимости от размерности значит предположим что я рассматриваю многообразие m размерности т.н. значит возможно с краем и хочу определить что такое под многообразие сначала я определяю правильное под многообразие размерности n значит под множество а называется правильным под многообразием m размерности n размерности n если у а есть структура n-мерного многообразия возможно с краем и если край а то он должен быть под множеством давайте он должен не пересекаться с краем многообразия значит ну вот самый такой естественный пример это если у меня м просто евклидово пространство а а замкнутый шарик замкнутый значит у него есть структура н-мерного многообразия с краем и его край с краем м не пересекается значит я все время буду пользоваться значит вот у нас была мы это назвали малой теоремой о неявной функции значит что там говорилось там говорилось что если есть гладкое отображение двух пространство и п регулярное значение регулярное значение регулярное значение это значит что все точки ее прообраза регулярные ну а это значит что для любой точке q из прообраза дифференциал ф в точке п сюрре активен то тогда полный прообраз ф минус 1 от q это под многообразие да 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 от п вот я начал писать от п соскочил на q значит полный прообраз это под многообразие в м размерность которого равна разности размерности n и м так сейчас ерунду я да 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 вот я и смотрю что я ерунду пишу значит и делалось это как мы брали любую точку п смотрели на уравнение f от x брали любую точку q в прообразе смотрели f от x равно q и это уравнение задавало мне в окрестности точки п под многообразие соответствующей размерности там работала уже просто чистое теорема они явные функции для евклидовых пространств так вот значит первая теорема которая будет связана с правильными под многообразиями значит пусть м гладкая многообразие размерности n без края а f гладкая функция гладкое отображение в прямую тогда если а регулярное значение f то множество вот такое это правильное н мерное многообразие с краем значит есть доказательство очень простое значит откуда берется структура н мерного многообразия с краем значит если я возьму точку п из прообраза то вот силу регулярности значит так как это регулярное значение я вот здесь могу применить малую теорему о неявные функции и я получу что в окрестности точки п я получу под многообразие размерности m минус 1 значит по малой теореме о неявной функции прообраз числа а точки а это будет просто под многообразие размерности m минус 1 вот а если точка п так такая что f от п меньше а то понятно что по непрерывности у нее есть окрестность такая что для из x этой окрестности f от x будет меньше а и и значит вся эта окрестность будет лежать вот в этом множестве ну вот мы получаем что у любой точки есть либо у любой точки вот этого множества либо окрестность настоящее в многообразии m в ней естественно есть структура гладкого многообразия мы об этом говорили что открытое под множество гладком под многообразия имеют либо вот мы получаем такую краевую точку а теперь да значит почему шар почему шар является правильным многообразием размерности n ну я могу понятно что этот шар записать как множество точек у которых норма меньше либо равна единице точно так же как множество точек у которых квадрат норма меньше единицы значит в координатах получается вот такая вещь и тогда если я рассмотрю функцию f от x ну вот эту я ее рассматриваю на всем р.н. единица будет ее регулярным значением значит что в нашем случае регулярное значение значит дифференциал должен быть проективен но при отображении прямую это означает что дифференциал должен быть не нулем на этом и считали значит понятно что частные производные это там 2 x 1 и так далее 2 x n и если f от x равно единице одна из координат отлично от нуля значит мы получаем все реактивный дифференциал применяем вот эту теорему и получаем регулярное правильное подмогообразие размерности н вот теперь как определить хорошо правильное подмогообразие размерности меньше н значит опять таки м гладкая н мерное многообразие и я беру число к строго меньше н тогда подможество а м называется правильным подмогообразием размерности к если во первых она имеет структуру гладкого многообразия размерности к а значит возможно с краем край а это подможество края м значит мы рассматриваем возможно тот случай когда м с краем вот и если точка п принадлежит краю а ну значит тогда она принадлежит краю м то то касательное пространство в точке п а не является под пространством касательного пространства в точке п края края я говорил это может быть имело смысл повторить что определяя гладкое многообразие с краем мы на него переносим все основные структуры которые у нас были просто на гладком многообразии в частности вот если я беру м точку на краю то мы определяем касательные векторы как класс гладких кривых ну здесь нам достаточно рассматривать тут вот как бы половинки гладких кривых они точно так же порождают касательные векторы на множестве касательных векторов возникает линейная структура касательное пространство дифференциал все эти вещи значит вот вам разумно посмотреть все определения которые были для многообразия без края вот и подумать как они переносятся на многообразие с краем да конечно нет а касательное пространство к значит ну вот чтобы было понятно давайте рассмотрим просто двумерное многообразие м с краем просто обычный диск на плоскости значит вот такая замкнутая дуга не будет правильным одномерным многообразием потому что она имеет конечно структуру гладкого одномерного многообразия но она не будет удовлетворять второму требованию и и граничные точки должны быть точками ее точки ее края должны быть точками края м вот хорошо нарисовать вот такая дуга тоже не будет правильным под многообразием потому что вот если здесь касание то касательное пространство всего а а в этой точке п понятно да оно будет под пространством касательного пространства краю м ну и наконец картинка как все хорошо вот такая у меня есть дуга со структурой гладкого многообразия одномерного ее край подмножество края м ну и вот здесь вот эти касательные пространства не являются под пространством значит вот теперь мы докажем теорему которая нам дает критерий правильного под многообразия размер так значит пусть опять таки м давайте два многообразия рассмотрим м и н гладкие многообразия ф гладкое отображение размерность м больше либо равна размерности n точка q принадлежит н минус краю и q является регулярным значением как для самого отображения f так и для ограничения f так и для ограничения на краю м м вот м тогда прообраз это правильное под многообразие под многообразие m размер размер размерности размерность m м и м м м м м Я для того, чтобы доказательство, ну вот оно геометрически было более прозрачным, я просмотрю тот случай, когда вот здесь, он и будет нам дальше нужен в приложениях, когда разность размерностей единица. Значит, размерность M, M, A. Там будет видно, как делается общий случай. Просто здесь, так, значит, что нам нужно рассмотреть. Ну, первый возможный случай, если прообраз с краем M не пересекается, ну, тогда просто работает маленькая теорема, малая теорема о неявной функции. Вы рассматриваете отображение просто гладком многообразия без края. У вас есть регулярное значение, и то, что оно регулярное значение F, обеспечивает вам то, что F минус 1 от Q просто гладкое под многообразие без края. Здесь все просто и понятно. Значит, вот теперь предположим, что у меня точка P принадлежит пересечению правого образа с краем M. Значит, если... Что я должен проверить? То есть, если P принадлежит... Да, обозначим через A. Нигде его у нас не было. То тогда P принадлежит к краю M. Ну, действительно, если P не принадлежит к краю M, значит, P... Внутренняя точка. И тогда что мы получаем? Вот у меня есть точка P. У нее окрестность, которая лежит в M. И поскольку, опять-таки, P регулярное значение F, то в окрестности точки P множество A прообраз имеет структуру просто гладкого многообразия. вот нужной размерности. И тогда P, конечно, не принадлежит к краю A. Так что, вот это... Вот теперь давайте займемся вот этим условием. так. Ну, я его сюда перенесу, использую эту доску, значит. Мы рассматриваем B из края. Нужно доказать, что касательное пространство не под пространство. Значит, как всегда в таких случаях, поскольку у нас вопрос локальный, значит, мы можем рассматривать просто окрестности как образы, так и прообразы. Я считаю, что все происходит в соответствующих евклидовых пространствах. Значит, вот у меня есть точка P, точка края. Вот это, ну, поскольку я обозначил через M, Rm+, значит, здесь я могу считать, что координаты x1, xm, минус 1 и координаты xm. Значит, P начало в такой системе координат. Опять-таки я могу считать, что точка Q имеет нулевые координаты в соответствующих координатах в образе, в M. И тогда, если у меня F – это F1, Fm-1, значит, это отображение в M минус одномерное пространство, у него M минус одна координата от x1, xm. И прообраз – это просто множество решений вот такой системы. F, M минус один. Значит, у меня M минус одно уравнение с M аргументами x1, xm. И вот здесь мы используем тот факт, что для ограничения F вот на это пространство, Q, ну или 0, как угодно, является регулярным значением. Что это значит? Это значит, что если я посмотрю на дифференциал F, ну вот на подпространстве давайте, то он сюръективен. И значит, его ранг – это вся размерность пространства N. Так, ну вот сейчас, перед перерывом я выпишу. Значит, если я посмотрю на матрицу D F1 по DX1, D F1, D F минус 1 по DX1, D F минус 1. Ну, давайте вот так. Значит, определитель этой матрицы в нуле – отлично. Вот это и есть. Мы смотрим на ограничение F вот на это подпространство, на подпространство переменных x1, xm, и получаем, что определитель матрицы, отлично, нуля. Давайте сделаем перерыв. Значит, у нас что получилось? У нас наше множество А – это прообраз нуля, значит, множество решений такой вот системы, и если я беру матрицу и Коби, ну вот по всем переменным, кроме xm, она получается размера M минус 1 на M минус 1, то она не вырождена. И значит, у нас работает просто обычная теорема о неявной функции, значит, мы можем вот эти переменные, по которым матрица не вырождена, единственным образом выразить через остающиеся переменные. Но остающихся переменных только одна – xm. Значит, у нас получается вот такое x1 g1 от xm, xm минус единица gm минус единица от xm, где это гладкие скалярные функции, ну, в нуле, они равны нулю, потому что P переходит в Q. И значит, что это получается? А это получается гладкая кривая в пространстве переменных. И если я посмотрю на касательный вектор, значит, вот я стер то, что мне нужно было доказать, а мне нужно было доказать, что вот это не подпространство. Так вот, это касательное пространство содержит какой вектор. Ну, понятно, значит, график, эта кривая будет сама по себе, g1, xm, gm минус единица, xm, xm в пространстве. А касательный вектор в нуле будет g1 штрих в нуле, gm минус единица штрих в нуле, m минус единица штрих в нуле, и единица. Когда я дифференцирую по переменной xm, последнее это единица. И значит, ну вот я уж использую эту картинку, этот касательный вектор имеет ненулевую компоненту по xm, и он не лежит в касательном пространстве. Значит, касательное пространство, вот это вот, краю в нашей ситуации это подпространство переменных x1x. А мы построили, ну вот, решая эту систему, мы построили вот такую кривую, ну, такую кривую, значит, таким образом мы все доказали. Что произойдет, если я рассмотрю, ну вот, произвольный, значит, размерность n, n, которая меньше m. все будет то же самое, но здесь просто появится система, ну вот подумайте сами, какой размерности, и условие того, что это регулярное значение для f, ограниченного на край, даст вам опять-таки условие того, что соответствующая матрица и кубе не вырождена, ну и вместо кривой появится поверхность. Вместо кривой появится поверхность, значит, какие-то вот эти лишние координаты, вот эти координаты выразите через лишние координаты, и по сути получите то же самое. Значит, вот сейчас я хочу применить то, что мы знаем. для доказательства, одно из просто основных теорем, которые очень часто используются, это просто такая. один из краеугольных камней всего нелинейного анализа. понимаете, вот здесь происходит очень важный логический переход, может быть, я скажу несколько общих слов. Значит, вот когда мы говорим о математическом анализе в целом, я имею ввиду гладкий анализ, конечно, гладкие функции, гладкие отображения и так далее, то первое и основное, что делается, и это поднимается еще от ньютона, ну вот, грубо говоря, если есть гладкая функция, то поведение ее в окрестности точки определяется ее производной, определяется линейным приближением к этой функции, мы говорим, что она ведет себя примерно так же, как касательная. и вот эта идея, что гладкость позволяет нам линейизовать задачи, и из информации о линейном, получать информацию о нелинейном в окрестности, это такая база. Ведь по существу, на чем основана теорема о неявной функции, вот классическая из анализа, что если у нас матрица и Коби, ну вот по соответствующим переменам, невырожденная, то отображение ведет себя примерно так, как отображение с этой матрицей, как линейное отображение с этой матрицей. А линейное отображение с невырожденной матрицей дает вам изоморфизм соответствующих пространств. Вот там уравнения имеют единственное решение, все. И на этом основано доказательство теоремы о неявной функции, а дальше мы заменяем, ну вот мы ищем решение уравнения, значит, пишем линейную часть плюс малый добавочек, и оказывается, что если линейная часть дает нам решение, я говорю совершенно неформально, но тем не менее, по существу это так, то дальше мы показываем, что у всего нелинейного уравнения есть решение, близкое к этому и так далее. Так вот, сейчас я покажу, ведь все, что мы делали практически, основано на теореме о неявной функции. Вот мы все время локально, то есть, грубо говоря, на вот этом основном подходе гладкого анализа. Вот сейчас мы докажем один из главных фактов нелинейного анализа – теорема Брауэра. Забыл я залезть в интернет сегодня утром. Лейтсен Ян Брауэр, голландец, один из великих математиков во многих областях, начиная от логики и так далее, но, конечно, главным образом он тополог. И эта теорема говорит вот что, что если у вас есть единичный шар в евклидовом пространстве, то у него есть неподвижная точка. Я иногда забываю сказать важные вещи, но иногда, как говорят американцы, on purpose. То есть, существует точка X такая, что я перевожу эту точку в себя. Ну и понятно, что в огромном количестве приложений вам приходится решать какие-то уравнения, вы доказываете, что… строите какое-то отображение, доказываете, что оно переводит ничто типа шаров в себя, и тогда там есть неподвижная точка. Вот теперь главный и существенный вопрос. Какое? Мы покажем, что это верно для непрерывного отображения. Но непрерывное отображение, вообще говоря, вещь не то, что очень плохая, но которая может себя вести абсолютно скверным образом. А у нас вся теория была гладкая. И вот сейчас, на мой взгляд, это абсолютно блестящий пример перехода от гладких вещей, в которых мы можем пользоваться, ну вот тем, что я говорю, наличием линейного приближения к вещам, где никакого линейного приближения нет. Вот сначала мы докажем гладкую теорему Брауэра. Которая говорит вот что. Пусть М гладкое многообразие с краем. Не существует гладкого отображения. Ну, я сохраню обозначение, которое принято из М в край. Такого, чтобы оно было тождественно на крае. Ну, у нас с вами было понятие ретракции, но ретракция — это было непрерывное отображение вот с таким свойством. А здесь речь идет об отсутствии гладкого отображения. Многообразие в край, которое на краю было бы тождественно. Ну, предположим, что оно есть. Предположим, противное. существует такое отображение. Р. У нас есть... Значит, понятно, что это отображение так. Значит, понятно, что мы к нему можем применить теорему Сарда. Есть теорема Сарда следует, что существует точка Q, принадлежащая краю, которая является регулярным значением для отображения R. Ну, мы знаем, что мера множества критических значений, что множество критических значений имеет меру 0. Оно не может совпадать со всем многообразием, со всем краем. Значит, есть регулярное значение. Если я посмотрю на ограничение R на край, это тождественное отображение. Правильно? Тождественное отображение сюрреективно. Ну, дифференциал тождественного отображения единичен. Значит, оно сюрреективно и значит Q регулярное значение для R ограниченного на край. И мы попали в только что в условие только что доказанной теоремы. Ну, у нас есть вот это то, что я доказал. Есть гладкое многообразие с краем, есть его край, которое многообразие размерности на единицу меньше, и есть точка Q, которая регулярное значение как для R, так. Значит, прообраз это правильное одномерное подмногообразие. Так, значит, правильное одномерное подмногообразие. Будьте здоровы! теперь что является его границей? Ну, вот А. Что-что? А, R, 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 конечно. значит, его граница лежит в его край, я все время прошу прощения, как я перехожу на свой язык, его край лежит в краю M, а тогда его край состоит из единственной точки Q. Ну, почему, если я рассмотрю любую точку Q' на краю отличную от Q, то поскольку R тождественное отображение на краю, R от Q' не равно R от Q. Тождественное отображение разные точки переводят в разные. и значит Q' не может попасть в прообраз. Значит, прообраз, край прообраза это одна точка. Вот теперь как бы помахаю руками немножко, как может быть вообще устроено одномерное многообразие с краем? Как может быть устроено вот у меня M? Как может быть устроено одномерное подмогообразие? Это либо окружность. Да, простите, вот R минус первый от Q компактно. А я не сказал, что M компактное, конечно. Ну, оно замкнуто по понятным причинам и замкнуто компактно. Значит, как оно может быть устроено? Это либо окружности, которые являются подможествами M, либо вот такие дуги. Ну, любое компактное одномерное многообразие связанное это либо окружность без края тогда, либо отрезок. вот этого я не доказывал, это не так просто, но тем не менее, давайте в это поверим, потому что геометрически это все-таки практически очевидно. Мы доказывали, что одномерных многообразий всего два, это окружность и прямая. вот если мы будем говорить о многообразиях с краем, то связанных два это либо окружность, либо отрезок. Ну, а тогда совершенно понятно, что множество концов таких отрезков содержит больше одной точки. У нас мы доказали, что прообраз это правильное одномерное подмогообразие, любое правильное одномерное подмогообразие имеет вот такой вид. это либо окружность, либо отрезки, которые двумя концами. Ну, мы получили противоречие, потому что граница этого подмогообразия это одна точка. Такого быть не может. Если отрезков нет, то граница пуста, если отрезки есть, то таких точек. Вот теперь значит, но здесь я повторяю, значит, у нас был гладкий случай. я все-таки сотру. Значит, я этот случай применю к ситуации, когда M это н-мерный диск. Значит, его край это н- одномерная сфера, и из того, что мы доказали, следует, что не существует гладкого отображения диска в себя, которая неподвижна, для которого точки сферы были бы неподвижными. Но это мы и доказали. Это можно переформулировать вот как. значит, нельзя продолжить тождественное отображение на сфере до гладкого отображения диска. Не существует гладкого продолжения на диск тождественного отображения я вот это принято называть гладкой теоремой Брауэра. Теперь следующая теорема это гладкая теорема о неподвижной точке. Давайте так ее назовем. Значит, если же любое гладкое отображение N-мерного диска в себя имеет неподвижную точку. здесь применяется конструкция, но здесь которая у нас была. Здесь такая стандартная геометрическая конструкция применяется. положим, у меня есть гладкое отображение диска не имеющий неподвижных точек. построим тогда отображение из диска в сферу. вот каким образом. Вот у меня есть диск. я беру точку X ее образ от нее отличен под действием отображения G. По предположению у нас неподвижных точек нет, каждая точка переходит во что-то другое. Отображение строим очень просто. Проводим луч через но с началом в точке X через точку G от X и обозначаем через R от X точку пересечения со сферой. то, это отображение получается гладким это стандартный такой факт. Единственное, что я не прав и наверное лучше все-таки из точки G от X давайте чтобы уж совсем было. Это отображение гладкое, потому что ну вот в координатах просто мы берем координаты X выписываем координаты G от X получаются какие-то гладкие функции. Дальше мы проводим луч, это тоже выписывается явно через формулы и пересечение со сферой тоже выписывается формулами. Значит, все получается гладкое. Ну и кроме того, если X на сфере, то понятно, что R от X это X. Этого не может быть, как вот здесь было отмечено. И вот теперь мы доказываем основную теорему. Давайте ее назовем непрерывная теорема неподвижной точки. Значит, пусть у меня есть непрерывное отображение F шара в себя. У него есть неподвижная точка. как справляться с проблемой потери гладкости. Вот здесь я спрашиваю, надо было спросить, конечно, Юрия Александровича Давыдова. Была ли у вас теорема Верштрассы? о приближении многочленами. Да. Значит, есть ли K компактное подмножество Rn, а F упрывная функция, то по-любому ε больше 0 существует многочлен P Atex такой, что меньше ε на компакте. В таком виде было? Не слышу. В таком прекрасно. Ее мы и применим. Мой замкнутый шар это компакт. По теореме Верштраста существует гладкая G с волной просто многочлен естественно. Гладкий такая, что да, значит, по-любому ε, что G с волной от x минус F от x меньше ε. Ну, я вот так напишу. Для модуля x меньше либо равных единице это мне удобнее. Значит, эта функция хорошая, но только она не обязательно переводит диск в себя. Но такие вещи легко подправляются. мы рассматриваем теперь G от x это G с волной от x делить на единицу плюс ε. Ну, просто я беру многочлен, делю на константу, получаю многочлен, и я утверждаю, что G уже переводит диск в себя. Но это очевидно. Значит, давайте смотреть. Если x меньше либо равен единицы F от x ну, по модулю F от x меньше либо равно единице, потому что F отображает диск в себя, а вот G от x отличается меньше, чем на ε. Значит, G славной не больше, чем единица плюс ε. Ну, по равен треугольник. И когда мы ее на единицу плюс ε разделили, она стала меньше либо равна единице. Значит, мы получили гладкую функцию, вот теперь давайте, которая переводит теперь насколько она отличается от моей F. понятно насколько это F минус G с волной плюс G с волной минус G. F минус G с волной. Я не буду писать все время модуль минус минус равна единице. Мы все время с ними работаем. Значит, вот это у нас меньше ε. Мы так выбирали. А здесь что происходит? Я могу умножить ну, там видно вот это равенство G равно G умножить на единицу плюс ε. И я получу, что G с волной это G умножить на единицу плюс ε. А разность вот это будет просто ε. на так, мне лучше. А, все правильно. Значит, это вот такая вещь. G у меня не больше единицы. значит, меньше 2 ε. Ну, и теперь, чтобы завершить, я предположу, что у f нет неподвижных точек в диске. смотрю вот такую функцию f от x минус x. Норма f x минус x. Она непрерывна. Ну, f непрерывно, вычитание x непрерывно, взятие абсолютной величины непрерывно и отлично от нуля. Значит, существует такое положительное μ, что это больше либо равно μ для Ну, теперь оценим g от x минус x совершенно понятным способом. f от x минус x плюс g от x минус f от x. Добавим и вычтем. По тому же самому неравенству треугольника это больше либо равно чем f от x минус x x x ну, нормаль. Значит, это больше либо равно μ. Ага. возьмем ε равное минус 4. Вот μ я здесь взял, а ε забыл. А это меньше либо равно 2 ε. значит, это больше либо равно μ пополам. Это означает, что g от x минус x отлично от нуля, и уже нет неподвижных точек. Но это уже гладкое отображение, которое вот там написано g от x меньше либо равно единице, оно-то переводит диск в себя. Значит, мы нашли гладкое отображение g, которое переводит диск в себя и не имеет неподвижных точек. Только что мы показали, что такого не бывает. Ну, вот, наверное, надо бы здесь произнести какие-то эпические слова, но я хорошо я все-таки произнесу. вот с одной стороны это классический результат с огромным количеством применений, я имею в виду непрерывная теорема неподвижной точки, а с другой стороны вот мы практически все шаги проследили, ну, кроме теоремы скверштрасса, которые позволили нам вот из в разумном смысле почти линейного поведения гладких отображений на гладких многообразиях извлечь информацию о ну, вот совершенно негладком и ну, непрерывные функции вы знаете, что они могут себя вести исключительно скверно. минутка осталась, ладно, давайте мы здесь поставим точку, сделаем первую, потом начнем новую тему. Так, давайте пойдем дальше. Последнее такое общее свойство гладких многообразий, с которым мы сейчас будем работать, это ориентируемость. здесь придется говорить довольно много сначала вспомогательных слов, проще всего понять, что такое ориентируемость и так далее в связи с просто линейным отображением евклидового пространства. Значит, вот у нас есть евклидово пространство и линейное отображение, которое задается матрицей А. Значит, мы выбираем базис. Значит, L это просто умножение на матрицу А. И мы говорим, что L сохраняет ориентацию если определитель положителен и меняет ориентацию если определитель А отрицателен. Здесь следует воспринимать вот это как единое слово пока. не определяем, что такое ориентация. Мы говорим, сохраняет ориентацию или меняет ориентацию. Значит, теперь мы можем перейти гладким отображением, ну, точнее говоря, к дефиоморфизмам. Значит, если теперь F дефиоморфизм области евклидового пространства открытых подножеств давайте сначала. то и точка по-изу то F сохраняет ориентацию в точке P ну, есть ли его дифференциал и сохраняет ориентацию. и точно так же меняет, если дифференциал меняет. Значит, теперь я ограничусь областями. Вот теперь я все-таки такого понятия не вводил. давайте считать, что область это открытое связное множество. ну, а если оно открытое связано, то оно, конечно, линейно связано. ну, и теперь мы можем говорить о том, что F сохраняет ориентацию на U. Значит, дальше я все время буду говорить о связанных множествах. Это же будет относиться и к картам на многообразии я буду рассматривать карты со связанными носителями. Я буду это повторять, но F сохраняет ориентацию на U, значит, в любой точке по из U. Ну, и понятно, что это корректное определение. Почему? Потому, что дифференциал непрерывен, дифференциал диффеоморфизма непрерывен и невырожден. Ну, и мы получаем непрерывную, значит, если мы смотрим на определитель, то определитель это непрерывная функция, не обращающаяся в нуль на линейно связанном множестве. Значит, она либо везде положительна, либо везде отрицательна. Я напишу так, следовательно, определитель не меняет знак. Ну, и вот теперь мы перейдем к многообразию. И рассмотрим значит, рассмотрим две карты его его отлом. Ну, и будем значит, теперь введем понятие ориентации. Ориентация M это максимальный ориентированный гладкий атлас, ориентированный означает, что для любых карт таких вот ух с непустым пересечением отображение перехода. я напоминаю, что это психи минус первый, уже это дефиаморфизм евклидовых пространств сохраняет ориентацию. Значит, таким образом, ну, максимальный в каком смысле мы вводили понятие эквивалентности атласов, значит, мы говорили, что они эквивалентны, если их объединение снова атлас. Значит, если мы берем все координатные окрестности одного, все координатные окрестности другого объединяем, и, значит, все вот эти пары они согласованы. Ну, а максимальное это просто объединение всех эквивалентных. Ну, это просто, чтобы напомнить это для нас сейчас будет не очень важно, а важно то, что в этой ситуации можно ограничиться ситуацией, когда все эти У и В области, когда они все связаны. значит, таким образом ориентация это некая дополнительная структура на гладком многообразии. я еще раз повторяю, что ориентация это атлас. и здесь два термина, которые лучше не путать. значит, М ориентированное многообразие Си, Ро, если на нем зафиксирована ориентация, и М ориентируемое, если на нем можно можно фиксировать ориентацию. Это связано вот с чем значит ориентация не единственная. вот как мы увидим в случае ориентируемого многообразия на нем можно ввести две ориентации противоположные. Но это соответствует тому, что мы просто меняем координатное отображение. вот поэтому вот такое различие нужно иметь в виду. Ну и самый простой пример ориентируемого многообразия. Это конечно сфера. Ее можно ориентировать каким образом? Ну вот у меня есть сфера, ее можно покрыть двумя картами. давайте я поясню на окружности рисовать легче. Значит вот у меня есть окружность. Значит я могу одну карту вот такую взять такой носитель и отобразить это напрямую. А вторую ну вот такой. Значит понятно, что формулы там получаются гладкие и я могу смотреть на пересечении. Значит пересечении будет вот две таких дуги, а в случае многомерной сферы такой вот цилиндр посмотреть там на отображение перехода и если отображение перехода меняет ориентацию отображение перехода дифиаморфизм конечно то нужно поменять одну вот из этих координатных на минус заменить умножить ее дифференциал на минус единицу есть второй подход он кажется более громоздким но как мы увидим в каком-то смысле он более удобен для работы удобнее работать значит давайте сначала рассмотрим векторное пространство значит пусть х векторное пространство мерное и над вещественными числами вот ориентация х это отображение тау множество всевозможных базисов в множество состоящие из двух элементов минус единицы единицы такое что тау непрерывно если есть два базиса перехода а то произведение ориентации это знак определителя матрицы а значит чего я не сказал не спросили значит чтобы говорить о непрерывности нужно разумным образом ввести топологию но здесь топология устроена совершенно понятно значит я могу фиксировать один как бы стандартный базис считать что стандартный тогда любой базис в x это будет набор значит если размерность x это набор из n векторов линейно независимых которые выражаются через стандартный ну вот соответствующей матрицей перехода и это значит что вот это множество является подмножеством соответствующего ну его можно отождествить подмножеством соответствующего пространства это значит x на себя n раз первый вектор базиса второй вектор базиса и так далее понятно как устроена топология здесь и на подмножестве мы берем просто индуцирован это ну а представлять себе можно очень просто значит вы да не ну все я сказал видимо проще уже не представить и вот теперь второй способ вот какой значит у меня есть н-мерное гладкое многообразие у меня есть для каждой точки P и Z касательное пространство я могу рассмотреть множество давайте его обозначим Bp это множество всех базисов касательном пространстве ну понятно чему это соответствует и через B от M я обозначу объединение тогда вот это множество естественным образом вкладывается в произведение касательное расслоение значит я напомню что как мы определяли касательное расслоение мы определяли его как несвязанную сумму вот таких множеств P V где P из M а V касательный вектор в точке P ну и вот здесь есть такая ну как бы сказать терминологическая в обозначении потому что вообще говоря если я беру элемент вот этого произведения касательных расслоений на себя то он должен иметь вид P P V 1 в 2 V N где ну формально говоря вот если я рассматриваю произведение значит я должен ну понятно что абсолютно бессмысленно размножать эти буквы P поэтому этот элемент можно обозначать просто вот так ну а вы и ты это касательные векторы в точке P ну и чаще я буду обозначать даже вот так понятно что ну будет понятно к какой точке многообразия это относится потому что когда я буду писать вот такую вещь то это все будут касательные векторы из одного и того же и касательного пространства значит поэтому элементы вот этого самого множества B от M я чаще всего буду обозначать вот так теперь мы видели мы говорили об этом что касательное расслоение это гладкое многообразие размерности 2N если многообразие MN мерно значит получается такое очень большое множество но неважно потому что на нем есть топология значит у меня есть раз это гладкое многообразие есть топология на касательном расслоении есть топология на произведение и значит я могу говорить о непрерывности так вот значит если M гладкое многообразие то я буду называть его ориентацией вот во втором смысле значит говорил непрерывное отображение отображение из такое что выполнено вот это вот равенство ну давайте его перепишем значит для любого па из m и для любых базисов в касательном пространстве п на аналог tau b1 b2 это знак определительно матрица но не буду переписывать где значит для базисов в одном и том же касательном пространстве у нас естественно есть матрица перехода и значит вот должно выполняться это соотношение ну а ограничение на одно касательное пространство это ну смысл очень простой значит мы каждому базису приписываем вот мы берем точку касательное пространство каждому большинство приписываем либо число 1 либо число минус 1 это число должно непрерывно меняться при малых изменениях базис теперь как значит вот эти два подхода к определению ориентации значит у нас есть один подход связанный с атласом и и второй подход связанный с отображением множество всех базисов всех касательно то а 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 как они между собой связаны значит мы можем ну вот предположим что у нас есть атлас который задает ориентацию в первом смысле то есть дефиоморфизмы вот этих отображений перехода между координатами отображениями сохраняют ориентацию значит мы можем зафиксировать взять и вклидово пространство евклидово пространство это уже пространство как бы с координатами и зафиксировать в нем стандартный basis ну просто 1000010000 и так далее и дальше если я беру точку п из м беру касательное пространство беру базис и беру уберу карту уфи тогда у меня есть стандартный способ составления этому базису базиса евклидово пространство ну и мы называем базис положительным если матрица перехода от стандартного базиса его образу имеет положительный определить так уж не хорошее но не хочется писать слишком много значит ну и отрицательный если определить отрицательный значит что мы таким образом получаем я напоминаю что мы взяли атлас у которого соответствующие дифиоморфизм и перехода между картами сохраняют ориентацию ну и дополнительно мы считаем что карты это оба то есть связные множество значит почему мы можем построить ориентацию вот в этом смысле во втором ну как вот это мне задало отображение множество всех базисов в плюс единицу в минус единицу значит базис переходит плюс единицу минус единицу и нужно чтобы это отображение было непрерывно и чтобы выполнялось вот такое равенство но это тривиальные вещи давайте чему непрерывность как у меня пересчитывались базис и значит вот если я беру многообразие м точку п карту у у меня есть отображение в еклидово пространство так вот сейчас то мне нужно ну непрерывно здесь очевидно значит у нас было отображение фиштрих которое касательные векторы отбрану которая давала координаты касательным вектором значит вот это отображение карты поражало отображение фиштрих и легко понять что это отображение непрерывно посмотрите просто как она определялась непрерывно по вот элементу п в 1 в н теперь если если у меня значит рассматривались ну вот если я возьму точку п и рассмотрю две карты у фи и в пси опять таки у нас была формула для пересчета базиса из одной координатной окрестности в другую формула была такая если аж это пси фи в минус первой я беру базис в 1 в н ну точнее говоря координаты базиса после отображения фи штрих после отображения фи штрих в си штрих то формула была очень простая в 1 штрих в н штрих это был дифференциал аж вот этого дефиоморфизма перехода ну и поскольку карты согласованы то его определитель положительно ну и значит тогда легко понять что они одновременно положительные или одновременно отрицательные вот теперь в обратную сторону как поступать значит если у меня есть ориентация значит у меня ориентирована каждое касательное пространство значит есть ориентация то у на каждом касательном пространстве и предположим что у меня есть два положительных базиса в касательном пространстве это значит что в 1 в н получается применением какой-то матрицы к стандартному базису w применяется применением извините получается применением другом и тогда мы знаем что значит если есть вот самый оператор перехода то дубль в 1 в н это да аж ну и мы получаем что а 1 а 2 и и поскольку это равенство выполняется на векторах стандартного базиса то просто получается вот такое равенство определитель произведения равен произведению определителей но если оба базиса были положительные то отсюда следует что вот это определитель положить значит таким образом мы получаем что при наличии ориентации вот в этом смысле у нас получается правильное согласование правильное согласование правильное согласование ну и отсюда последняя минута последняя минута можно еще раз сказать про сферу как на сфере строить такое отображение тау ну вот давайте возьмем сферу возьмем какую-то точку на ней проведем луч ну и тогда понятно не хочу углубляться в детали вот так на и пространство у нас получается естественным образом отождествляется с плоскостью через эту точку п перпендикулярно лучу и если я возьму вот здесь какой-то бай в н в касательном пространстве и добавлю к нему вот этот вектор в я получу базис уже в евклидовом пространстве и я назову вот этот базис которого мы начали положительным если вот этот полученный базис ну и отрицательном случае так вот поскольку но очевидным образом это все непрерывно зависит от ну как от в так и от от этого базиса значит если я мало меняю в и мало меняю соответствующий базис то я получаю опять таки то что вот это мало меняется а поскольку определитель непрерывная функция которая равна либо плюс единицы либо минус единицы знак сохраняется сохраняется значит если я мало изменяю точку п то соответствующее отображение получается непрерывным ну и легко понять что вот такое соотношение тоже выполняется это легкое упражнение так на этом мы тогда я правильно понимаю да я так так как нам Продолжение следует...